Друзья, всем привет! С вами снова я, Анатолий Пашкевич, а это значит вы попали на канал The Carp Fishing KZ. В этом небольшом видеоролике, как вы уже наверняка поняли по названию, хочу сделать небольшой гайд по вольфрамовой пасте. Многие сейчас могут возразить, что здесь рассказывают, все и так прекрасно знают. Все, да не все. Очень много за последнее время поступает вопросов. Часто в основном начинающие карпятники, то есть даже не знают, что это такое и для чего это нужно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Так что же все-таки такое вольфрамовая паста? С вас подписка, лайк и колокольчик. Погнали! Не будем углубляться в состав, если честно, я и сам его не смотрел. В общих чертах вольфрамовая паста это некоторая субстанция, судя из названия с добавлением вольфрама, по консистенции напоминающая пластилин, то есть такая вязкая и при этом достаточно тяжелая. Вольфрамовая паста в карповой ловле используется по прямому назначению, то есть для утяжеления оснастки. Раньше, в принципе, многие начинающие, я думаю, как я ранее, использовали для утяжеления своей оснастки, чтобы поп-ап не поднимал поводок, обычные свинцовые грузики, шарики. Все их знаете. Вот так. Вот вольфрамовая паста, она в этом случае намного, я бы сказал, практичней, удобней для огрузки оснастки. Благодаря своей консистенции вольфрамовую пасту можем нанести как на сам поводок, при этом, то есть никак его не повредив, не пережав. Также можно наносить на вертлюги, на основание крючка, то есть так, как от нас этого требует наша оснастка. То есть тем самым мы можем намного обширнее делать презентацию нашей насадки на дне. Несмотря на то, что вольфрамовая паста в карповой ловле считается расходником, тем не менее, хочу заметить, что хорошую вольфрамовую пасту можно использовать неоднократно. И как раз пару слов хочу сказать о том, какими свойствами должна обладать хорошая вольфрамовая паста. Конечно, можно взять вольфрамовую пасту каких-то именитых брендов и, скорее всего, что она будет действительно хорошего качества. Так как они действительно, ну, я думаю, не будут слишком сильно рисковать ради какого-то расходника удешевлять. Но среди бюджетных вольфрамовых паст можно совершенно легко наткнуться на пасту, которая ни на что не годна. Ну, самое первое, вольфрамовая паста бывает разных цветов. То есть в данном случае у меня это черная и темно-коричневая. А бывает еще зеленая, но у меня ее нет. У пасты должна быть хорошая упаковка, то есть плюс-минус герметичная крышка, которая позволяет сохранить ее эластичность и не давать ей высыхать. Второй момент. У вольфрамовой пасты очень должна быть хорошая тягучесть. Вот прошу обратить внимание, то есть, да, просто отщипываю кусочек и насколько она тянется. То есть мы видим, да, можно здесь сделать вот такую вот лепешку очень тонкую, обернуть ее вокруг нашей нитки и сформировать форму грузика, такую, какую мы хотели бы видеть. То есть форму шара, форму капли, так как угодно. А у плохой вольфрамовой пасты, я знаю производителей, которые делают ее не очень хорошей, по отзывам своих клиентов. Эта вольфрамовая паста просто рвется. Ну, не так вот тянется, а рвется как обычный пластилин. Что достаточно усложняет работу с ней и ее рабочее качество. Еще один момент. Вольфрамовая паста, вы, конечно, не сможете этот момент проверить в магазине при выборе пасты, но сможете проверить ее качество на рыбалке. Вольфрамовая паста не должна в воде терять свои свойства. Да, находясь на солнце, она может немного расплавляться, растекаться на открытом солнце. Но при этом, после остывания, она обратно обретает свои свойства, то есть тягучести. То, что я начал говорить насчет воды. Плохая вольфрамовая паста в воде просто-напросто размокает. Совершенно приходит, то есть в негодность. И после того, как вы вытаскиваете из воды очередную рыбу, либо просто удилище для перезаброса, А можете заметить, что ваша огрузка с поводка просто сползла, либо вообще осталась в воде. Это большой минус. И еще один важный принцип. Вольфрамовая паста не должна неприятно пахнуть. Вот у этой, например, чувствуется легкий, совсем такой легкий запах технического масла. То есть он не неприятный, но он присутствует. Видимо, для придания ей некоторых свойств. И теперь проведем небольшой эксперимент. Просто для начинающих именно карпятников хочу показать, как именно ее можно использовать. Один из вариантов. Я специально взял поводочек. Он уже оснащен достаточно сильно плавающей оснасткой. И если мы просто-напросто закинем вот так его в воду, то у нас получится вот такая презентация приблизительно на дне. То есть я буду держать только сам основной груз. А, конечно, можно сюда дробинку надеть, как я уже говорил. Но более, скажем, современным и комфортным методом будет использовать вольфрамовую пасту. Для этого отрываем совсем небольшой кусочек, буквально щепотку. Делаем из нее лепешечку. И на расстоянии от крючка, на которое нужно, чтобы он поднимался от дна, мы просто берем и вот таким вот образом накручиваем вольфрамовую пасту. Накрутили, то есть мы уже зафиксировали очень хорошо. Далее прижимаем пальцами. Делаем форму, какую нам удобно, какая нам нравится. Хоть плоскую, хоть вот такую в виде капли. Даже так чувствуется, что он тяжелый. Вот именно таким образом и будет выглядеть ваша презентация. А вес самого вольфрама вы уже можете подобрать в соответствии с плавучестью вашей насадки. Как я уже сказал, если вдруг вы меняете поводок, эту вольфрамовую пасту, которая действительно хорошего качества, вы можете удалить абсолютно без всяких следов. Немножко ее помять в руках, согреть. И она станет обратно однородной консистенцией. Можно использовать дальше. Ну вот, в принципе, больше нечего про нее рассказывать. Если еще будут какие-то вопросы, обязательно пишите комментарий. Я с радостью отвечу. Если кому-то это видео было полезно, я буду очень рад. И буду очень благодарен за ваши лайки, подписки и комментарии. Спасибо большое за просмотр. С вами был я, Анатолий Пашкевич. До новых встреч.